здравствуйте уважаемые друзья ну поскольку клиническая практика постоянно сталкивает меня с атеросклерозом а те кто внимательно смотрит наше видео наши программы или изучил наши фильмы про атеросклероз знают что атеросклероз напрямую связан с печенью то есть с производством желчи в печени кто хочет об этом подробнее узнать соответственно изучайте этот вопрос все необходимые материалы есть у нас для этого ну так соответственно раз сталкиваюсь я с печенью постоянно в клинической практике то сталкиваюсь и желчным пузырем само собой и возникают вопросы такие достаточно и обычные в связи с этим у людей о том ну каким образом распознать там есть у тебя камни в желчном пузыре нет у тебя камни в желчном пузыре что делать тем у кого удален желчный пузырь в связи с тем что был калькулезных холецистит который обострился пузырь воспалился за то что забит камнями был но по поводу первого по поводу того как понять там есть нет камни в желчном пузыре понять очень просто это необходимо прийти в любую поликлинику и попросить сделать узи внутренних органов брюшной полости вам сделают узи и скажут есть у вас камни в желчном пузыре или нет по-другому не специалисту понять это достаточно сложно иногда и специалисту это сложно понять скажем так любой практикующий хирург который себя уважает все равно вас направит на узи внутренних органов брюшной полости даже если будет уверен на сто процентов что у вас камни там потому что без этого невозможно понять какие камни сколько их там и так далее вот симптомы какие при этом возникают боль в правом подреберье тошнота бывает частенько у людей опоясывающей боли могут быть более причем достаточно сильные то есть там допустим из камешек забил желчный проток пришли пузырь пытается сократиться вытолкнуть желчи она не выходит и возникает вот такой распираюсь такая боль противная иногда до криков у людей вот это называется хронический калькулезных или цистит который вот с болевым синдромом периодическим как снять но пока вот скоро не приехала к вам что сделать но обычно принимает ножку в этих случаях две-три таблетки никаких грелок на живот как некоторые советуют там народные целители класть нельзя потому что если у вас идет уже холецистит так называем горячий то есть идет воспаление желчного пузыря вы спровоцируете только это воспаление может скоро у вас и заберет но пока будет вести в операционную женщине пузырь может лопнуть содержимое разольется в брюшной полости будет перитонит неизвестно еще сможете ли вы выжить врачи то конечно будут вас спасать промывать брюшную полость там все там вводить антисептики вводить кровь антибиотики но не всегда удается спасти перитонит тяжелое состояние поэтому грелок никаких нельзя вообще при таких вот более в правом подреберье возникающим возникающих у человека первое правило как и при любых других острых болях в животе холод голод и покой врачи все это знают пациенты не всегда знать поэтому я скажу чтобы люди понимали то есть никакой еды никакой никакого тепла на живот скорее даже наоборот надо что-то холодное приложить в эту область и находиться в покое то есть никак не как никаких движений там никаких упражнений при этом выполнять не нужно ну и конечно вот я расскажу ситуацию например недавно произошедшую с одним из моих коллег скажем так не по медицине а по работе связаны с техническими и научными делами клиники вот у него мама начались такие боли вот он мне звонит и говорит что делать вот у него боли мы там даже там ножку там обезболивающее что что делать ну у людей не связанных с медициной какое ощущение в голове ну что вот сейчас поболит как обычно там и пройдет там поболит и пройдет во всех таких случаях я вот рекомендую всегда вот возникли боли в правом подреберье или опоясывающей боли тошнота там еще если там рвота желчи там какая-то произошла температурка там начала шалить вызывайте сразу скорую не надо с этим шутить просто скорую вызовите приедут врачи они бригады скорой помощи на это заточены они сразу оценят ситуацию клиническую и либо действительно сделают спазмолитик вам какое-либо внутривенно или внутри мышечном чтобы снять этот спазм либо если они заподозрят то что у вас действительно развивается холецистит они вас просто заберут отвезут в отделение хирургии и вас в плановом порядке подготовит и прооперируют потому что это уже острая развивающая ситуация тут нельзя шутить ну я посоветовал что вызвали скорую не говорит ну как скорую вроде как еще человек там же не умирает там терпит ну как правило вот эти вещи они обостряются ночью то есть вот под вечер начала потом немножко может отпустить это связано с вегетативной нервной системы тонус вегетатики меняется немножко а ночью другой тонус вегетативный возникает во время сна и вот этот холецистит обостряется а все мы знаем что все мы люди и врачи которые работают на скорой тоже люди ночью зачастую поскольку это период обострения вот таких состояний бригад скорой помощи на районе может разрываться не успевать там и неизвестно кому они первому успеют доехать к вам с холециститом или к соседу из другого района там вернее из другого квартала вот кому повезет понимаете кого первого отвезли потом за вторым не всегда бывает на всех хватит бригад скорой помощи и вот так вот окажетесь с перитонитом и все вот то слава богу мама моего товарища отвезли в планном порядке прооперировали там желчный пузырь забит был камнями и сейчас все нормально ну и дальше возникает ситуация вот удалили желчный пузырь дальше что делать была не безвыходной ситуации либо оставить его он потом все равно обострится и будет перитонит у человека либо прооперировать и исключить эту вероятность фатального исхода ну конечно в клинике врачи выберут прооперировать тем более сейчас операции делаются лапароскопические через три прокола в брюшной полости и никаких шрамов почти не остается и все это проходит очень хорошо но с точки зрения дальше что делать а дальше вот необходимо применять основы термодинамического питания для того чтобы у вас не развивался атеросклероз вот знаете все кому удалили желчный пузырь после того как его удалили у вас начнет развиваться атеросклероз секрет этого почему он начнет развиваться вы поймете из наших из нашего фильма секреты лечения атеросклероза доктора шунина это серьезный материал научный который я там фильме изложил постарался простым языком все равно на это ушло четыре часа чтобы изложить это все но вы должны просто знать что удалили желчный пузырь все начнет развиваться атеросклероз сильно и быстро во многих случаях и вот для того чтоб он не так сильно и быстро развивался необходимо первое это применить основы термодинамического питания там много чего необходимо знать но первое и главное что хочу сказать здесь чтобы не удлинять видео это необходимо исключить все углеводы из вашего рациона то есть это и каши это и фрукты это и сахара естественно там рафинированный нерафинированный неважно хлеб то есть вот эти все углеводистые продукты необходимо исключить терцом там газированные напитки сладкие то вот эти все вещи ну а кто хочет более подробно все это изучить ну знакомьтесь с нашим фильмом и изучайте и можно избежать атеросклероза даже не имея желчного пузыря будьте здоровы с вами был доктор шишонин